Так, ну-ка посмотрим, как сейчас все будет у нас происходить. Друзья, мы по многочисленным просьбам продлеваем наш сегодняшний эфир и также продолжаем в таком же ключе общения с самим собой в лице тех, кто находится сейчас среди нас. Нелли? О, у меня на заднем плане, у тебя картинка сейчас такая, значит, яркая, розоватый фон, такой фиолетовый, все такое красивое. А до этого не было такого? До этого не было? Было мутно, ну, каждый раз, когда барни какие-то, было мутно. А сейчас вот вообще четкая картинка, как мы с тобой час провели. Слушай, ну, мы со временем проявляемся. Я сейчас посидела, подумала, такая, блин, меня же адекватные люди в прямом эфире, в первом, который мы провели, первые полчаса вообще не поймут. Только неадекватные меня поймут, в такую же неадекватную. Чего я несла? Боже. А где ты видела адекватных людей? Что такое, по твоему мнению, адекватные люди, скажи? Адекватные люди, это правильные люди, которые все знают, которые имеют кучу образований. Я даже написала короткий пост, который хакает мозг вообще всем людям о том, что, ребята, гепатит можно вылечить вашим родным и себе, если у вас, блин, есть проблемы с этим. Ну вот можно, а можно вылечить любую другую болезнь. Написала как, ну, хакнула человеку мозг. Знаете, вот ВКонтакте человек прочитал этот пост и говорит, безграмотность полная, там, тра-та-та-та-та-та, но жизненно необходимо. Думаю, да ёб твою мать, где твой фокус внимания-то вообще? У меня своя азбука, свой алфавит, я вообще не знаю, как правильно. Он смотрел не туда, не в ту сторону, он смотрел не в суть, он смотрел на поверхность. А те, которые всё знают, те, которые бывают, те, которые вообще чётко всё умеют, они классные. И меня не понять вообще. Да. Скажи, пожалуйста, ты же в Москве сейчас находишься? Да. В Москве. Когда ты путешествовала последний раз? И куда? Последний раз я путешествовала в день закрытия в России коронавирусом. Я успела прилететь, и на следующий день говорят карантин. Я вообще офигела. Вот, успела вернуться. Я была в Таиланде. До Таиланда, где была там Испания, Корея, Сингапур. Да, блин, много стран на самом деле. Я последние пять лет вообще не вылезала из-за границы. Ну, это скажи, это вот именно, я имею в виду, после семнадцатого года. Вот с теми, как бы, знаниями, с тем мироощущением, мировоззрением, которое у тебя произошло, ты посещала вот эти страны. Скажи, пожалуйста, вот где те более созвучные люди были, вот твоему миру, пониманию? Да, до сих пор обожаю, вот уже лет десять, наверное, Корею. Люблю корейцев, Корею, корейские фильмы, корейскую музыку и саму Корею. И вот тогда, когда с мужем приехали в Корею на свадебное путешествие, на месяц, это было год назад, как раз у нас с ним сейчас год и месяц. И вот прям как раз в это время мы уезжали из Кореи в Сингапур, мой любимый. Я была больная, там на всю голову любила Сингапур. Там была раз семнадцать, наверное, ездила каждый раз из страны в страну и туда залетала хотя бы на пару дней. Вот, но когда мы побывали в Корее, я приехала в Сингапур и поняла, какой он отстойный, блин, после Кореи. Короче, Сеул, это ван лах, всё, ван лах. И все их там классные группы, актёры, они все ван лах. Прикольно, неожиданно. Слушай, а ты английский только знаешь или ещё какие-то языки? Я-то русский плохо знаю, английский так вообще никак, а другие языки так тем более. Но я хочу тебе сказать то, что в каждой стране, даже вот на Шри-Ланте я полгода жила, я общалась свободно на языках с людьми, не знаю, как я их понимала. Ну, скорее всего, это было, ну, вот эти, наше тело всё знает эту информацию. Ну, знает, можно даже рот не открывать. Прикольно. Кстати, да, у меня, я заметил сейчас на предыдущем эфире, кстати, кто смотрит этот, сейчас посмотрите, я для записи говорю, посмотрите предыдущий эфир тоже. Я тоже заметила, знаешь, в какой-то момент, что, как бы, слова даже не нужны сейчас. Но поймут ли нас с тобой те, кто сейчас пишут? Я недавно хотела эфир провести, молчание. Ну, вот у меня была такая фишка, я прям думала, ну, с кем, ну, с кем. С Олейской или не с Олейской, с Ольгой, с Ольгой. Ольга сорвётся, Олейска тоже. Я пока ещё не нашла с кем, короче. Эфир молчать, там, что-то делать. А потом смотрю, на следующий день проводят эфир мои знакомые, ну, которые у меня учились там давно, смотрят меня. И они проводят не мой эфир. Я охренел. Вот это вот желание, вот, прям, вот, повинилась сама сделать, его осуществили на следующий день. А как технически, как по ней к нему эфир? Жестами парень говорил, что девушки делать. Они там чуть ли не в крокодила играли. Она делала, рассказывала, все понимали, комментировали, там, говорили, а вот это покажи. Они просто рассказывали всё, что их просили рассказать, и они друг друга просили рассказать. И рассказывали. И это там круто было. Слушай, Нель, ну а чё, смотри, здесь такой вот вопрос был. Давайте, пожалуйста, про телепатию написали. Значит, давайте, пожалуйста, про телепатию. Давай сейчас тобой просто проэкспериментируем, что ли. Просто без слов я тебе задам вопрос, а ты попытаешься на него ответить. Не, я так не могу. В смысле, не можешь? Я не Ванга. Давай, слова не нужны. Мне когда специально говорят, я специально не могу. У меня всё не специально. Я не знаю, как это делаю. Но как бы знаю, но умом это не понимаю. А ты просто расслабься, смотри, что я буду показывать. Я просто просил, как ты осознала любовь вообще. Я тебя поняла. Ну вот. Можешь взглядом, можешь жесть. Её нет во вне. Как её осознать, любовь? Любовь – это когда ты глядишь на мир, как на себя. Любовь – это когда ты глядишь на себя. И всё. И всё. Любовь – это внимание на себе. Любить мир – это внимание на мир, но видеть в нём себя. Да. Как это осознать? Это никак не умом не понять. Это просто нужно пообращать на себя внимание и почувствовать это. Как только ты на себя обратил внимание, ты уже почувствовал вот эту вагу, вибрацию. Тебе хорошо. Детка хорошо. А когда ты смотришь на звёзды и понимаешь, что это продукт твоего творения, а не внешнего дядюшки, сидящего на облаке, тогда у тебя эйфория просто. Но когда ты понимаешь своё воплощение в этих звёздах, когда ты на них смотришь глазами, ты чувствуешь звёзды. Правильно? Ну, я смотрю, я чувствую, какая звезда. Я могу чувства описать цветами, запахами, музыкой. Можно даже увидеть в стыкане музыку, как непротексально. Короче, когда мы на что-то смотрим, щупаем и так далее. На звезду можно смотреть. Мы видим её там цвет, мерцание. У нас внутри какое-то ощущение от звезды. Нам звезда даёт ощущение. Но если ты обратишь на это ощущение внутри себя, что в теле-то происходит, когда ты на неё смотришь, ты поймёшь, что звезда там внутри тебя, и ты есть та звезда, ты её чувствуешь. Слушай, Нель, вот такой момент. Мурашки, когда возникают. Вот в этот момент как раз-таки стоит обратить внимание, в каком участке тела и вообще вот на вот эти вот моменты, когда от того, что ты наблюдаешь, созерцаешь, либо что-то делаешь, вот именно сосредотачиваешься, да, от музыки или ещё от чего-то. Вот эти вот мурашки, это, наверное, показатель какой-то. Не просто так. Ну, конечно, это показатель. Это один из вариантов почувствовать своё тело. На самом деле наше тело только и состоит из чувств. И если вы осознаете, что каждое чувство, которое рождается внутри вас, создаётся путём прощупывания чего-то внешнего, то вы поймёте, что вы своим чувством щупаете это внешнее, Слушайте, это вообще как сложно, оказывается, объяснить. Тут мурашки уже у кого-то пошли, уже вот пишут. Я чувствую себя маленьким ребёнком, который наблюдает этот мир, да, он видит, лежат в пелёнке маму, папу, всё чувствует, а сказать не может, потому что он не понимает, как это сделать. Вот я сейчас тоже себя чувствую, вот, блин, таким ребёнком, потому что я всё, что вокруг вижу, ощущаю, в теле ощущаю, вижу, чувствую, не только руками, глазами, там, запахом, звуком, ну, вообще всем чувствую. Каждая моя клетка чувствует всё вокруг. И когда я понимаю эти чувства там внутри меня, я понимаю, что весь этот мир – это я, потому что я его чувствую внутри своего тела. Ну, я не могу внешне чувствовать, только своём, ну, себя могу чувствовать, правильно? Как только понимание приходит, оно не на уровне ума, оно просто надо посидеть, посозерцать, вот, помедитировать, что ли, я не знаю, как это слово даже придумать. Пока ты сам не попробуешь, ну, непонятно. Ну, скажи, а вот и медитация вообще, она в этом является инструментом таким-то? То есть ты, когда вот, знаешь, вот просто некоторые сидят там, по часу, по два созерцают в себе что-то, это как выход вот из этого? Это уход. Это уход. Я сижу, созерцаю ничего. Зачем, если можно созерцать себя во всём? А всё это понятно, что ничего, но чтобы увидеть, разглядеть каждое своё внутреннее чувство, каждое своё внутреннее чувство, можно просто посмотреть на его уплотнённую форму вовне. Ты посмотрел на уплотнённую форму ложки, ты почувствовал что-то. Вот я на неё смотрю, я чувствую что-то. Ну, как бы у меня есть определённый там мыслительный процесс, когда я на неё смотрю. А ещё если я её потрогаю, блин, она такая холодненькая, я чувствую вот этот холодок внутри своего тела. Она ещё такая гладенькая, я чувствую вот эту гладь изнутри. То есть там в кофе она была, я даже запах сейчас кофейный чувствую. То есть я могу эту ложку почувствовать, ну, прям, и понимая, что всё, что я щупаю во мне, оно внутри меня чувствуется, правильно? Который созерцает пустоту, они пытаются, ну, всю эту уплотнённую форму чувств, которые они во мне видят, растворить, и чтобы видеть, что, ну, ничего. А зачем они тогда создали эту уплотнённую форму? Мы себя познаём не через пустоту созерцания закрытыми глазами воздуха, мы себя создаём через каждую песчинку в этом мире. Мы родились для того, чтобы себя познать, да? Мы самопознающее сознание, мы Бог, который сам себя познаёт, забыл и вот решил познать. Ну, как себя познать? Вы можете себя познать через уплотнённую форму себя, которая уплотнилась везде во всём. И щупая, вы что-то ощущаете внутри. И вот вы себя так познаёте. Вы даже через ложку можете себя познать, потому что это тоже часть меня, это я, ложка. Слушай, а такое выражение, то, что как можно познать то, чего нет? Уплотнить, увидеть, разделить, назвать. Я имею в виду себя. Так это и есть. Сначала было всё, которое было ничем. Вот это вот ничего, это уже тоже что-то. Не было ни начала, ни конца. Это Библия. И увидел Бог. Увидел. То есть разделил, обозначил, наделил каким-то свойством, назвал и проявил. Так он создал небо и землю. Создал воздух там между. Понимаешь? Для того, чтобы себя увидеть, себя познать. Сам сегачин с пустоту, пустоту не познать. Как себя познать? Себя можно познать только через то, что ты создашь, что можно там пощупать, глазами, ушами, руками. Ты из себя, из ничего создаёшь эту ложку, чтобы почувствовать и себя познать таким образом. То есть нельзя познать. Но ничего было ничем и всем одновременно. И всё. Ну что тут познавать? Я хочу познать, какой я могу быть. Какой я могу быть. Сказал себе Бог. И он начал себя создавать во всём для того, чтобы себя в этом проявлении познавать. Надо идти, что ты мне самой ещё раз двадцать, поскольку. И у тебя ещё какие-то инсайты появятся. Ну, я сейчас на самом деле рассказываю то, что в фильме моём уже есть. А, по шаблону, да? Да. Ну, я прочувствую и прям, как я через тебя сейчас познаю, блин, это просто офигеть. У меня, блин, мурашки сейчас не только в каком-то одном месте. Мне кажется, они уже за пределами этого мира. Везде. Круто. Слушай, вот смотри, мы находимся в социуме. Да. Если взаимодействуешь там, да, вот постоянно в бега, в беготне в какой-то, в суете, сложно вот в каждый момент находиться здесь и сейчас. Ну, надо хотя бы учиться, хотя бы раз в месяц это делать, потом раз в недельку, потом раз в день. Ну, это если есть желание себя познать, узнать о себе, изменить свою день сурка, если как бы есть интерес. Если интереса нет, ну, как бы, нехай бегает эта белка, она как бы закончится скоро. Ну, реинкарнация, ну, как бы, обновиться, всё. Ну, в чём проблема? Не, ну, просто уже, допустим, надоел уже, как... И он... Желание подогретое интересом, да, оно сразу проявляется. У нас равное количество энергии рождается в момент желания, в момент интереса, сразу на исполнение этого желания. Ну, сразу. У тебя есть желание обратить на себя внимание, желание исполнится, и ты обратишь на себя внимание. Как только, вот, я хочу поставить на себя внимание, ты уже здесь, сейчас обращаешь на себя внимание. Ты знаешь? Угу. Слушай, а момент такой, вот ты спросил, ну, сказал эту фразу, а если ты хочешь, чтобы на тебя обратили внимание, это что уже такое идёт? Ну, допустим, если ты хочешь показать, какой ты красавчик вообще, это что в тебе играет, и вообще для чего это, и что это, зачем? Если у тебя состояние того, что ты подавил в себе красавчика, ну, наделил красавчиками всех вокруг, но в себе это не видишь, хотя ты есть всё проявленное, но ты вовне это видишь, а в себе почувствовать это не хочешь. Тогда ты хочешь внешним компенсировать вот этот внутренний пазл недостатков вот этого чувства. Ну, и это будет транслироваться тебе постоянно по кругу, блин, социально то, что ля-ля-ля-ля-ля-ля, ты некрасивый, ты урод, а мы все красавчики вокруг, и вечно вот этот недостаток, стать красивым, стать красивым, ну, тебя отдавит, подавляет. Вот этот недостаток, вот это подавление чувства, оно вылезет в страну какой-то болячкой, придется рано или поздно обратить на это внимание. Но когда ты осознаешь, что все вокруг, это твое зеркало, твое проявление, твое внешнее творение, ты проявлен, это твое внутреннее чувство, если ты на них смотришь, на красавчиков, чувство красоты, ты же в глазах смотря, чувствуешь внутри же тело, если ты разрешишь себе это сказать, что, блин, ну это же я красавчик, я в нем увидела, это же мое чувство красоты, ну мои глаза увидели красоту, значит, она во мне, если вы это допустили, что красавчик вы, вам не нужно в внешней действительности подтверждать это, но как только мы же творим своими чувствами, чувство недостаток отражается во мне, ну чувство достатка, я красавчик, и вы это видите, вы это чувствуете, вы признали это чувство внутри, оно проявляется во вне, как отражение, тебя априори все считают красавчиками, и ты в зеркало смотришь, думаешь, ни хрена я красивый, и ты, блин, эталон красоты, но это чувство, когда ты в себе признал, увидел, разглядел, понимаешь? Да, слушай. Такое чувство, так же с деньгами, с красавчиками, со всем, все во вне мы видим, либо мы пытаемся компенсировать недостаток внешним, заполнить эту пустоту, того чувства, которое у нас есть, но мы его ни хрена не видим, подавили, вот он красавчик, я, а не, я уродина страшная, у меня там нога короче, и сиськи маленькие. Но, как только я понимаю, что то, что я разглядела там красоту, она есть во мне, вот этот недостаток, он заполнен. Он начинает во вне проявляться, и ты видишь уже не только красавчик во вне, но тебе видит красавчик, а ты сама становишься этим красавчиком. Да? С деньгами так же. Как? Как с деньгами? Все одинаково. Мы пытаемся компенсировать недостаток чувств внутри себя, внешним. Деньги нам нужны, чтобы извне понатягивать эти чувства, которых мы в себе не хотим разглядеть. Вот он, сука, богатый, а я бедная хрень. Вообще бедная. Ну, он богатый. Ну, блин, он проявление меня внешней. Факция вот этой, уплотнённая форма внешней материальной действительности, это всего лишь мои чувства. Я в нём богача разглядела. Ну, это ж чувство внутри меня. Если это чувство у себя увижу, ну, разгляжут, да это я богатая. Да это моё чувство, это у меня есть. Когда мы живём из «у меня есть», оно есть вовне. Когда у меня нет, его и нет вовне. То есть, смотри, чувство зависти, чувство зависти, это считается как индикатор какой-то, но вот если ты завидуешь, значит... Ну, это охеренное чувство, все мои уже давно в курсе, что это такое. Это наш почтальон, я во мне вижу, это значит во мне есть. Блин, спасибо тебе, почтальон, блин, то, что ты мне показываешь, это же я себе моё желание несу, вот он, идёт он ко мне. Но в начале того эфира я говорила, что мы есть только здесь и сейчас, когда разглядываем своё это чувство внутри. Если тебя нет, почтальону, ну, подарок отдать, мне подарок. Нэль, слушай. Если мы пожелали, почтальон вышел в подарок. Мы захотели дом, нам дом уже несут. Но если мы здесь сейчас, нам его донесут. Если мы в своих чувствах находимся, видим, разглядываем, ничего не подавляем и видим в себе это всё, у нас будет этот дом. Если мы уже увидим, как подружке дом подарили, а тут дом купили, а тут я в красивом доме оказалась, это всё, наши почтальоны мне показывают, что всё, я уже близко к своему желанию, вот он, уже, вот, бери его. Но чтобы его брать, нужно здесь сейчас быть. Круто. То есть это чувство, что, блин, это твоё, обрати на это внимание. Короче, подытожим вот этот вот блок, то, что лучше всё-таки испытывать зависть, нежели вообще никакие чувства не испытывать к объекту какому-то, правильно? Лучше испытывать вообще всё. У нас есть всё, мы боги, у нас есть все чувства, зачем давить? Всё, что ты давишь, оно всё проедается и будет тебя бить внешним по голове. Вы сами же любым подавленным чувством бьёте по голове извне, чтобы это увидеть наконец-то и разглядеть в себе. Нелли, слушай, я вот смотрю, как ты говоришь, скажи, пожалуйста, вот эти вот слова и вот эти вот посылы, которые ты даёшь, они у тебя откуда рождаются? То есть ты в каком-то потоке находишься сейчас? Вот это, ну, продукт того, что ты говоришь, это продукт твоего знания, которое ты зафиксировала, либо это у тебя рождается прямо вот сейчас, здесь и сейчас вот то, что ты выдаёшь. Я к чему, подожди, извини, пожалуйста, я к тому, что, например, я понимаю, о чём ты говоришь, но если я начну это говорить, то я скажу это не так, по-другому и, может быть, меня никто не поймёт. Вот, скажи, пожалуйста, поделись. Короче, это десятерное комбо. Комбо. Во-первых, я уже говорила, мне по ночам приходит информация, просто просыпаюсь и начинаю писать. Утром просыпаюсь и читаю талмуды из писанных таблистов либо наговоренного вселенного аудио, которое переслушиваю, херевает и я. Ну, то есть как бы информация приходит по моему запросу. Я часто делаю себе запрос, какой-то открыться новой информацией, если старую хакнула и выпустила её в мир. Ну, то есть поделилась бесплатно. Нате, берите, лишь бы разобрали. Если вы её взяли, значит, я смогла дать. Если вы её не принимаете, я не смогла дать. Мне следующая информация, ну, как бы не распаковывается. То есть, ну, и сразу приходит новая информация во сне. Это первое. Второе, это то, что я когда говорю, оно тоже идёт в потоке, да, я не понимаю, я слышу себя, но после того, как я это уже сказала, начинается хмать. Вот это круто, это очень круто. Но когда я говорю, я не думаю. Потому что как только включаю мозг, у меня колесицы вообще полные. Я к тому, что если я сейчас без мозгов несу, колесицы, то с мозгами это вообще просто. Лучше даже не начинать. Короче, как-то. Плюс я очень часто слышу людей, которые, ну, говорят какие-то слова, они мне интересные, начинают рассматривать, фактически более-не более использую. Но в последнее время тренд, я заметила, какое бы слово ни сказала, чтобы не придумала, все начинают, ну, говорить моими словами. Ну, я понимаю, что я поделилась. Слушай, вот здесь вот так вот спрашивают. А есть ли чувство безразличия ко всему, ничего не радует и не раздражает? Вот всё ровно. Вот так вот всё идёт в жизни. Ну, как будто бы в этом чувство. Ну, хорошо. Ну, а в чём проблема? Ну, видимо, человек, который спросил, видимо, в этом осознаёт какую-то проблему. Вот как-то ответит. В том-то и дело. Если бы у человека не было бы проблемы, да, он бы кайфовал в этом чувстве. То есть ему всё безразлично. Значит, если он видит в этом проблему, ну, бля, не ври себе. Ну, не ври. Значит, тебе не безразлично. Чё делать? Ну, чё делать? Осознать. Человек говорит, мне всё неинтересно, мне всё безразлично. При этом его тревожит это. Но если его тревожит это, это уже, значит, априори не безразлично. Ну, уже, ну, уже есть интерес, блин, вот это познать. Значит, не надо говорить ничего, меня там не тревожит, всё мне безразлично. Есть что-то, ну, до чего ты докопалась сейчас. Ну, вот так ходим и рассматриваем вот это. То, что тебе сейчас надо. Зачем разбазаривать свой мозг на всё непонятно чего, там на радости. На фига тебе сейчас эта радость? Ты порадуешься от того, что ты осознаешь, то, что тебя тревожит. Нормально объясню? Слушай, расскажи, пожалуйста, какие-то моменты из детства. Вот, например, то, что у меня какие-то странные штуки случались в детстве. Ну, я не знаю, это интересно будет или нет. Но вот если у тебя какие-то были в детстве какие-то штуки, там, до пяти лет, там, вот, поделись какие-то вот неожиданные, которые ты сейчас вспоминаешь и думаешь, блин, круто. Ну, вот здесь и сейчас, да, я начинаю вспоминать, согласно моему мышлению, вот такое детство, да. Ну, год назад, если бы меня спросили про детство, я, возможно, вообще в другое рассказала. Ну, давай. Вспоминаю то, что когда я была маленькая в люльке, я понимала, о чём говорит мама, папа. При этом я ещё говорить не могла. И я всё время удивлялась, когда они меня перенали вот так вот. Я думала, ну, вы чё, дебилы? Ну, вот прям реально. Мне было очень странно это. Ну, я думаю, вот вырасту и дам им по башке. Ну, типа, нахера вы меня запутываете? А потом, когда их годик, они меня уже там в большую кровать только приложили, знаете, там с перилами такие вот. Помните, детские кровати там? У них такие палки были. Большая кроватка такая, да? И вокруг палки, ну, решётки. Ты ко мне на «вы»? Ты говоришь, помните? Да я про всех. А, они помнят. Сейчас тажу. Это просто интересно. Вот, вот такая кровать. И вот здесь вот такой лежит шребетёночек. А вот здесь вот такие круглые палки. Ну, понятно. Ну, как решётка такая. Да, мне было годик. Я, короче, заранее с вечера накидывала туда игрушек в угол. Чтобы потом ночью сделать из них халабуду и выскакивать. И, короче, гулять по всей квартире. И приходить к маме с папой, когда они там смотрят телевизор. Мама, если ты меня сейчас смотришь, хотя нет, наверное, ты с моего кого-то не так смотришь. Удивилась бы. Я знаю, какие мы ночью фильмы смотрели. Вот. А потом, когда они прохавали, что я всегда влазью, ну, годик, да, через игрушки, я научилась вот это выкручивать, выходить, заново этот бортик закручивать. Ну, то есть как бы откручивать палку, вытаскивать, просачиваться, обратно закручивать. И мама с папой месяца два, пока они подглядели, не могли понять, как я вылажу с этой кровати. Ну, никак не могли догадаться. Я поочинению не закручивала их. Я просто помню то, что когда была маленькая, и папа ещё меня бросал к потолку, а я ещё тогда не разговаривала, ну, годик, да, мне. Я, кстати, помню себя, ну, практически с полугода. Ну, особенно всё, всё, что в садике происходило и так далее. Короче, он меня подбрасывал к потолку, и я всё время говорила, положь на место, положь на место, но сказать не могла. Ну, то есть глазами вот раз ему сказать, ты чё, блин, делаешь, а в потолок ты сейчас как-то долбанёшь, но мне было страх. Они, наверное, вот такие глаза просто видели. Да, да. И я смеялась больше от щепотки, и он меня ещё дольше, ну, подкидывал. Думала, почему, что я ржу, мне типа весело. А мне было щепотно, когда он вот тут меня ловил. Вот, а ещё я помню, что когда я очень хотела есть, папа начал варить кашу. Я взяла ложку, но этот прикол семейный, мама ему всегда рассказывает, и я это очень хорошо помню, причём, что я думала, помню. Папа мне такой говорит, ну, сейчас, доча, подожди, я сейчас кашу тебе сварю, а я в садик-то делала, в подготовительную группу ещё, совсем мало этого, года четыре, наверное. Он говорит, сейчас сварю тебе кашу. А я сидела вот так, била ложкой по столу и говорила, папаша кашу, папаша кашу. Это, короче, было очень смешно для мамы с папой. И я поняла, что когда они там ругаются или ещё какой-то прикол, что я их могу развеселить и поменять их вибрации, ну, тогда я не мыслила словами вибрации, а перевести в чувство позитива, я всё время брала ложку. И, короче, в любых ситуациях, когда я вижу, что они грустненькие, начинала стучать и орать, папаша кашу. Что-нибудь под столом всегда катались. И приходили гости, я гостей развлекала, причём я маленькая в детском садике, да? Таким вот образом, да? Чтобы всем было весело. А ты знала, за что зацепить, да, таким образом, переключить внимание? А в садике я всё время сбегала из садика и целый день гуляла, короче, за пределами садика, потом вечером возвращалась, и всё время меня искали кто с полицией, ну, с милицией, а мама сама в милиции работала. И она там охреневала, что я всё время сбегала, ну, там, из садика. За мной приходил такой друг, который жил, ну, далековато от меня в другом районе, моего возраста, друг, мама с ним, мама моего друга, ну, и моя мама, они вместе учились в школе одноклассницы, и мы часто в гости к ним ходили. Я подружилась с мальчиком, блин, ну, 4-5 лет тоже. Он ко мне приходил, забирал меня через решётки, мы там лаз нашли, и целый день гуляли. Так вот полгода убегали. В общем, ты ещё в то время в поиске была, да, то есть вот выходила... Я в то время была очень странная. Слушай, тут аж 4 человека или 5 написало то, что если вообще не помнишь детство, вот если совсем не помню, что было в детстве, я тоже не помню. Но если детство, я не помню, что значит. Да, это ничего не значит абсолютно. У вас детства не было, ну, поверьте мне. Ну, хотя не верьте, проверьте сами. Если вы зададитесь интересом, а почему не было детства, тогда вы поймёте. Сначала были вы, а потом появилась мама с папой. Сначала вы родились первые, а потом мама с папой родились. Когда вы открыли глаза, только потом вы увидели папу с мамой. Ну, как бы не было папы с мамой до вашего рождения. Они не существовали. И вообще у вас родов не было, вы их не вспомните, вас не рожали. Но это такая информация, до которой ещё дойти надо. Вы, если зададитесь вопросом, вы придёте к ней и поймёте, почему. Ну, начало жизни в точке сейчас. Я знаю, с чем хотел поделиться. Вот я начал говорить про детство. И я вот хочу сейчас поделиться. Может быть, для многих это будет, ну, такой неожиданной информацией. Но я помню очень, мне было лет 5-6, знаешь, какой момент. Короче, я даже сейчас не понимаю, это было наяву или во сне. У меня такое, знаешь, состояние какое-то пограничное. Я когда спал у бабушки, вот, соседняя, ну, как бы, соседняя комната, она была через дверь. И там дальше ещё был чуть подальше, через эту комнату, коридор. И когда дверь была приоткрыта, я, ну, насквозь видел очень далеко, ну, как бы, да, когда засыпал. Вот. И в какой-то момент я прям, прям явно ощущал, что какое-то существо, то ли какое-то, ну, непонятное, начинает оттуда бежать. Вот. И я начинаю пугаться, и оно прям, как бы, знаешь, как будто добегает до меня и растворяется передо мной. У меня такое было тоже не раз. Вот. Что это такое и для чего? Я потом, знаешь, я анализировал и понял, что я, ну, в детстве был бесстрашный. Вот. А вот эта вот штука, она меня... Испугала? ...как подцепляла, да. И она вытаскивала из меня, может быть, какие-то вот те чувства и те эмоции, которые я не испытывал. Вот. И с тех пор, да, у меня вот страх, он как-то стал интегрироваться, прирастать ко мне. Я могу ответить на твой вопрос и сказать, кто это и что это. Вот. Оставлю или в следующем эфире, или сейчас расскажу. Я хотела сейчас про другое. Давай, потом скажи. Да, ну, если время будет. Есть точка здесь и сейчас. Все наши воспоминания рождаются в данную секунду. Все сейчас рождаются воспоминания. Нас не рожали, мы не рожали. Вчерашнего дня не существует. И его не было. Никогда не было. Все варианты вчерашнего дня во всех телах, и в собаках, и в кошках, и в каждом листочке, и цветочке вы проживаете сейчас. И все эти воспоминания просто как бы делает нам ум в понятном линейном времени. Ну, как бы берет там следствие, причина. Это наш ум линейный. Но в пространстве многомировое. Короче, в пространстве нету время, откуда бы оно текло и куда. Ну, вот представьте, пространство, ширину, высоту, вот, объемное, да? Угу. И откуда течет время и куда? Если вот все пространство бесконечно, да? Откуда оно сверху, вниз, сбоку, слева, с какого? А где лево, где бог, где что? Представьте пространство. Это наш ум рисует вот это линейное время, что откуда-то что-то течет. Ну, хорошо, вот это пространство, нарисовали мы полоску, откуда-то оттуда оно течет, куда-то вот туда. Но я перейду к другую точку обзора, посмотрю на это. Там уже наоборот. Уже прошлое течет в будущее, будущее в прошлое. Ну, то есть как бы есть только точка рождения одна, из которой, ну, как бы истекает все. Угу. Во все стороны. Слушай, мне сейчас строчка пришла. Есть только миг между прошлым и будущим. Да, есть только... Неспроста. Прошлое плавно перетекает в будущее, в точке здесь и сейчас, и поэтому настоящего не существует. Либо прошлое в будущее, либо наоборот. Если нет прошлого и будущего, есть вечное сейчас. То есть либо так, либо так. Угу. Наш ум линейный, он любит в 3D-модели мира жить. То есть ширина, длина, высота. Ну, как куб нарисуй, и позиция в пространстве, где ты находишься, это 3D-мир. А есть же вот Сергей Долматов, да, у которого ты учился. Про 5D рассказывает, когда две координаты еще добавляются. Многомерности вариантов, и ты одновременно во всех вариантах находишься. Это две новые точки добавлять. Есть 6D, есть 7D, есть 10D, есть 12D. А есть ноль абсолют, где вообще нету вариантов. Ну, точек этих координатов. Наш ум решил жить в координате, ну, и вот так удобнее. XYZ. То есть линейное время, где на плоскости ты находишься, в какой точке прошлого, будущего. Вот, но это всего лишь иллюзия нашего умного. Это не так. А как же вы думаете? Все воспоминания вчера, они были вчера, в данный момент, есть у матери роды? Нету. Я их помню, я их вспоминаю. Все воспоминания рождаются в точке сейчас. А я тебе понимаю, о чем ты говоришь. А я уже в последнем, там уже все. Я помню, как я рожала. Но в данный момент вы же не рожаете, вы просто помните. А что вы взяли, что то, что вы помните, было? Ну, с чего вы взяли? Ваш ум так решил. Потому что, ну, как бы, как бы вот так. Но если вы как раз свой мозг хотите и стать богами, ну, как бы тогда вот это вот я знаю, надо забыть. А я не знаю, я не рождалась. Нет у меня ничего. Я никто, и тело моё иллюзия. Это всего лишь голографическая, уплотнённая форма моих чувств. Моё тело, как и весь мир, продолжает. Мелли, скажи, пожалуйста, а если ты осознаёшь в какой-то момент, что тебе вот, ну, не кайфово, допустим, ты работаешь, тебе нужно выполнить процесс какой-то определённый, довести его до конца. И тут, блин, ты осознаёшь, ну, вообще не прёт, и, ну, нету кайфа, вообще радости от того, что ты делаешь. То есть всё бросить нахрен и уйти, или доделать. Но здесь ты тогда, как в противоречии с самим собой, получается, входишь. Скажи, пожалуйста, как поступить? Здесь и сейчас мы делаем ровно только то, что хотим. Ты уже решил, что всё бросить и уйти, это типа будет навсегда. Да ты через минуту вернёшься, захочешь и вернёшься. Зачем ты определяешь себя на всю жизнь, что ты уже этим не будешь заниматься, ты сейчас бросишь и не вернёшься. Нет, я про определённый процесс. Ну, допустим, ну, если условно говоря, ты... Сейчас я не хочу этим заниматься. Ну, вот сейчас, в данный момент, я не хочу этим заниматься. В эту секунду. Всё. А что будет в этом, зачем тебе знать? А ответственность, вот, допустим, на тебе какая-то лежит ответственность перед людьми, допустим, за какой-то определённый выполнен процесс, который ты должен завершить? Какая ответственность? Перед людьми? Ну, да. Это что такое? Ну, как что? Ты принял на себя какие-то обязательства, допустим. Подготовить отчёт. Отчёт подготовить. Ну, кто тебе сказал их принять? Ну, нахрена? Кому это надо? Так, тут пишут. А, ну да. Ну, как вариант, да, вот здесь вот ответ такой. Всё, слушай, хорошо. Прикольно. Нет, ну, подожди, ты мне скажи, зачем ты взял на себя какую-то ответственность? Ну, давай рассмотрим, что такое ответственность. Ответственность – это какая-то хрень, которую ты решил из ничего создать, определить, дать какое-то ему обозначение, назвать его словом ответственность. И вот, как раз, этому слову. Зачем? Ну, вот давай рассмотрим, что такое для тебя ответственность. Ну, смотри, самое простое. Я что-то должен отнести из пункта А в пункт Б. Я обещал. Давай рассмотрим слово «должен». Для чего? Кому? Если никого, кроме тебя, не существует? Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только мир настоящего сейчас. Ну, я пообещал. Кому он должен отнести? Для чего? Вообще? Кому? Если работа в администрации, выполняешь работу, бросить уйти. Ну, вот да, смотри. Те люди, которые находятся в какой-то рутинной штуке. Я понимаю, мы с тобой художники, то есть. Вот. Но если люди, которые выполняют какую-то определенную работу, функцию, то есть... Если тебе не понравится, пускай выполняют. Если тебе не нравится, пускай валят. Что проблем-то? Не понимаю. А, ну вот. Вот, в принципе, все вот так, да. Слушай, я, да, я, может быть, просто такой, как бы этот искусственный вопрос создал, может быть. Люди живут в шаблонах, в убеждениях, в программах своих, что я кому-то чего-то должен. А с чего я вообще взял, что никто никому ничего не должен? С чего я взял, что я вообще кому-то должен? Кому? Если я кому-то должен, то это я должен сам себе. А что я себе должен? Вот надо разобраться. Долги внутри себя вырождают, долги внешние. Внешние не существует, это только проекция тебя, это голограмма, это твой диафиль, который ты смотришь, проекция внутри, в башке. Если у меня вовне какие-то долги к банкам, к налогам, на работе я кому-то должен, это значит, я должен себе. Вопрос, что я себе задолжал? То есть задать вопрос, где ты задолжал самому себе? Ну, конечно. Но если ты разберешься, что я себе задолжал, вовне ты перестанешь быть должен. Смотря, какие могут быть варианты? То, что вы должны налогово, это воспоминание, которое искусственно создано сейчас. Это придумано вами в данный момент. Сейчас для чего-то? Для чего? Для того, чтобы себя познать. Блин, а где я что-то себе должен? Но не потому, что вы должны. Внешний мир это всего лишь иллюзия, теория, фильм художский, в который вы играетесь и эту игру вы создаете, ну, потому что, блин, играться вам нравится. И все. Смотри, а если это хирург, который должен сделать операцию? Вот вопрос. Если хирургу это нравится, он делает это из любви и кайфа. Почему нет? Он не должен. Хватит, блин, все наделять долгами. Да почему вы не можете с мужиком быть из любви, а не из чувства долга, что он должен быть моим мужем по расписанию, платить мне деньги, платить квартиры, что-то покупать? Он не должен. Да будьте вы с ним из любви. Да работайте вы на работе не потому, что вы должны там работать, а потому что вам нравится. да хватит уже подменять вот это вот все, ну, перестаньте вот это все делать, стопы. Замените это на любовь, а не на долги. На что вы из чувства долга там сосете всех, манипуляторы, люди. Мне должен ребенок хорошо учиться, вот он мне должен, вот он должен водички мне подать. Да ничего, он вам не должен. И мама вам не должна. Никто не должен соответствовать в вашем ожидании. Да. Слушай, тут вопрос про алкоголь. Да. Расскажи про алкоголь вообще, почему люди пьют? Почему люди пьют? Вот такой вот глобальный вопрос. Что это бы означает? После перестройки нашего коллективного сознания и перестройки нашего тела, ума, который мы сейчас проходим, да, у нас сейчас этап такой эволюционный в данный момент происходит во всем мироздании, можно так сказать. Не знаю, на каком уровне, на всех, наверное. Не будет вот этих пьющих. Люди хотят, первое, ну там очень же много шаблонов, люди пьют, потому что хотят радости, но не знают, как ее получать, и внешним источникам пытаются компенсировать, но мозги включать не хотят, либо слишком умные, наоборот, скорее всего, второе. Потом, хотят уйти от материальной действительности, потому что вот эти вот долги, вот это вот лично я должна, я должен перенести с одного пункта на другое, я должен подруге, я должен родителям, я должен на работе, я должен детям, всем все должен. Конечно же, лучше допиться и забыться, но это идеальный вариант. Если ты не хочешь признать все Бога, но это как бы идеальный вариант для жертвы, жертва обстоятельств, жертва мира, я ничего не могу влиять на внешнее, внешнее влияет на меня, то есть мы привыкли глаза-то вовне, а не внутрь, видеть, что внешнее на нас как-то влияет. но если вы обзора смените и уйдете и подведите на себя со стороны, что, блин, вы творцы, это вы первопричина, а все остальное идет внешнее, тогда ваши вопросы вот автоматом упадут. Вам просто нужно хакнуть сюда и пойти в точку творца, просто поменять угол обзора, взгляд свой на жизнь. Вы привыкли смотреть, что внешнее на вас влияет, а попробуйте просто разглядеть, как вы влияете на внешнее. Ну вот мне нравится фраза причина во мне, да, наверное? Ну, тоже неплохая, да, я творец. Я творец. Я буду. Слушай, я научился прикреплять сообщения, представляешь? Да. Смотри, если не поддерживать вниманием события, оно не существует, как добиваться это устойчиво? Наш мозг поддерживает внимание столько всего, вам даже и не снилось. Вот весь ваш мир внешний. А как сосредотачиваться вот на одном, не рассеиваясь? Сосредотачиваться не на внешнем мире. Вы всю жизнь это делали на внешнем мире. Перестаньте это. Теперь вовнутрь себя обратимся. Вы все в поисках себя. Ну, на самом-то деле. Ну, так обратите на себя внимание. Хватит уже на мир смотреть внешне. На себя, на свои чувства, что я сейчас чувствую. И как вы увидите, какими чувствами вы создаете внешнее, у вас внутри недостатки, долги, вы чувствуете хрень какую-то. И вот эта вот хрень, она во мне. Но как только вы это разглядите, что это за хрень, она будет любовью. И эта любовь проецируется вовне уже под рукопом. Но просто вы меняете взгляд на это, ощущения вы меняете. Как только вы... Вот банальный пример. Вы замечаете, как вы дышите? Вот я замечаю, потому что у меня был нос там поломан-переломан, перегородка, я там вообще в том дышала, а носом было сложно. Но если я дышала носом, я, как я сказать, замечала. Сейчас я сделала, вот у меня реабилитационный перил. И, в общем, я сейчас дышу, и, блин, ну офигенно на самом деле. И, что я хотела сказать? Как только я начинаю наблюдать за своим дыханием, оно у меня меняется. Просто под наблюдением, не пытаясь специально дышать, это вот медитация дыхания, сейчас про дыхание, там куча в мире тренингов всяких, да? Закройте глаза и просто посмотрите, как вы дышите. Вдох-выдох. Вы увидите через время, как ваш организм перестроился на другое дыхание. У кого-то оно станет глубже, у кого-то оно в прерывности будет, у кого-то наоборот. То есть, ваш пульс, он поменяется, вот характер вашего дыхания изменится просто под наблюдением. Причем вы специально никакими усилиями менять не будете дыхание. если вы понаблюдаете, то вы увидите, что это произойдет не почему, под взглядом наблюдателя. Как только вы так же наблюдаете за любым своим чувством, вы видите, как оно начинает меняться. И вот это вот чувство долга, рассмотрите, что это вообще такое, что я чувствую, когда я испытываю чувство долга. Но вы когда-нибудь обращали на это внимание? Но если вы начнете наблюдать, вы увидите какой-то офигенный инструмент, как и тот там зависть, да? Чувство зависти. Это же офигенный инструмент, блин, найти внутри себя это чувство. И оно сразу проецируется во мне, и ты сразу получаешь тому, чему ты типа якобы завидовал. Но у тебя даже зависть в башке начинает выветриваться даже такое понятие словом. Вы уже чувствами начинаете жить, а не словами. Ну, правильно? Да. Поскольку обратили на это внимание. Слушай, вот вопрос. Где про перестройку эволюционную почитать или послушать, что происходит в мире сейчас? Ну, где почитать, либо сама расскажем? Я сказала позавчера в эфире, сейчас выложила себя на YouTube-канале, так и называется перестройка организма, коллективного создания и коронавирус. Ну, то есть наше внутреннее сейчас состояние каждого человека, почему мы во мне наблюдаем изоляцию, коронавирус, как раз-таки потому что у нас вот эта внутренняя перестройка идёт, а он наш, ну, это проекция нашего государства, то есть там всё понятно, микроуровень, макроуровень. Блин, матрёшку возьмёте, начиная там с кварка или ещё больше, ну, ещё меньше частицы, да, и куда-то в космос, если уходить, оно всё друг друга повторяет. его можно на любом уровне взять любую систему, её рассмотреть, везде одинаково будет. И вот когда вы посмотрите, что вовне творится, вы поймёте, что внутри вас сейчас. И я это очень хорошо попытался объяснить в прошлом. А где это ещё посмотреть, вообще без понятия, я никого не смотрю, не знаю. Слушай, ты не утомилась, хорошо всё? Не, я не утомилась, вообще не утомилась. Круто. У меня родственники пили про пьяных людей, я хотела ещё закончить. Очень сильно. И как только я осознала, блин, какие внешние вообще факторы все влияют на вот эту всю пью, ну, они же моё отражение. Это я на внешней источнике вечно надеюсь получить вовне всё, а внутри себя ничего не рассматриваю. Блин, все закодировались. Я случайно узнаю о фигеях просто. Ну, то есть поменялось и всё. Потом это было давно, кодировка она прошла уже, и без кодировки всё равно никто не смотрит. И в моём округе вообще пьющих нет. Интересно. Почему дураки выигрывают в лотерею? Блин, интересный такой вопрос. Макс, ты знаешь? Почему дураки выиграют в лотерею? Да. Ну, потому что, во-первых, у них восприятие мира совершенно другое. И они, короче, знаешь как, вот умные, да, вот они такие могут стоять около этого, ну, допустим, однорукого бандита там. Вот. А, я не знаю, насколько это вот пример, или Гарик Харламов, короче, он рассказывал, его на съёмку, короче, звали, а он в это время был в казино. И вот он как раз это самое, зашёл, и там эти самые однорукие, вот эти вот бандиты, которые, да, называются автоматы, они все были заняты. Вот. И он наблюдал за парой мужчины с женщиной. Вот. Он такой, мужчина этот нервничает такой, а женщина его оттаскивает. И он такой думает, ну, наверное, сейчас вот они отойдут, и я займу как раз. Вот. И этот мужик такой уже, блин, всё уже, на неё орёт такой из последних сил уже. Там видно, что проигрывает там до хрена денег. Вот. Она его всё-таки оттащила. Вот. А Гарик подходит к этому, только делает вот этот один, и там сразу говорит на все табло, короче, вы выиграли, там сумму точно не помню. Вот. И этот мужик такой, ааа, знаешь, вот это вот всё. прикинь. Вот. А как? Как это происходит? Наша публика просто офигенная ответила, каждый ответил, добавив, ну, свою, вот прям целую картину, почему выигрывают дураки. Но у них нет шаблонов. Я знаю, почему я могу не выиграть. Ну, блин, чтобы выиграть, это же не нужно, ну, это же один на миллиард, один на миллион возможностей всего лишь. Блин, ну, это такой маленький шанс. Ну, я знаю, это маленький шанс. Я знаю, это маленький шанс. Это шаблон такой, я знаю. Оно сразу же... Слушай, кстати, вот понаблюдать за детьми. Я как-то наблюдал, знаешь, вот был вот этот барабан лотерейный на одном мероприятии, и ребёнок доставал номер. Там было много гостей, а он очень хотел, чтобы выиграла его мама. Прикинь, я смотрю, наблюдаю за этим ребёнком, он такой, знаешь, ну, я вижу, что он прям это, явно сейчас вот это, ну, он вытащит. И он, короче, вытащил, он так зарадовался, он говорит, я знал, говорит, я знал, что мама сейчас выиграет. Прикинь, а там много бумажек было. Вот дети знают, у них это чувство вообще развитое просто нереально. Они знают, что они ничего не знают. Они вот это знают. Они знают, что любой вариант событий имеет место быть. Они знают, что нету преград, ни для чего. А мы решили, что мы умны такие, мы всё знаем и ограничивали себе, блин, все варианты, которые мы вообще могли бы получить. У меня уже сидит шаблон, блин, это же, прикинь, вытащить шарик с мамой, это же капец, это же, блин, невероятно просто. Это же повезёт, не повезёт, а может и я знаю, что можно повезти, а может и так. У нас слова-мешанка блокируют эти варианты, а ребёнок, он знает, что всё возможное, возможно, невозможно, тоже возможно. Все в этом. Правильно? Мель, вот как, как вот избавиться от этих шаблонов, как себе развить вот это детское чувство? Есть миллиарды техник, но любую технику, опять же, нужно использовать только с позиции я творец, я проектор, а внешне это только проекция. Вот если с этой позиции, то можете использовать любые техники. Если вы живёте с позиции, что внешнее влияет, то лучше забудьте про все техники и сделайте всех хуже. Так, это ладно. Так вот, спросите себя, а почему я решил вот так? Ну, то есть, техника есть, с Барс, блин, у меня мужик, с которого прямой эфир вышла с этой техникой, он начал мне рассказывать, и все сказали, что за фигню он там гонит, а я, блин, увидела просто нереальную красоту в этом, просто, он просто хакнул меня. Он офигенную вещь сказал. Задайте себе вопрос, а почему у меня такое мнение на это мнение? Вы уже из этой точки себя вышли за пределы, на себя как бы со стороны взглянули. Ну, действительно, 7 миллиардов людей, а у тебя, одно мнение, в которое ты втемяшился. Ну, почему я так думаю? И когда ты не находишь ответа, ты понимаешь, что, ну, ты и придумал это. Кстати, вот это вот, как он называется, сисбар, да? Да. Я один раз прошел, короче, мне сделали один раз, я вышел, у меня просто, знаешь, не было слов, я по улице шел, ржал, на меня все смотрят, я иду просто ржу. И потом, после какого-то времени, я начал в прикрышку, так, знаешь, как дети вот там, так вот идут. Мне настолько это забавно было. Вот это состояние, которое ты испытываешь внутри, и которое просто не можешь вырастить чувствами, оно в тебе возникает, и тебе уже пофигу настолько на всех окружающих, и в этот момент ты действительно творец, и ты творишь, и из тебя идет такое излучение, и ты всемогущая в этот момент. Как и мы сейчас. Мы же в пустыне, вот когда мы включаем, интерес, а интересно, а как по-другому? Ну я это уже знаю, уже неинтересно, давайте по-другому. Но мы такие, нет, я знаю, я знаю, я знаю, что вот за окном зима. Мы зиму поддерживаем только потому, что мы знаем. Если бы мы все сегодня резко решили бы интересно понаблюдать, а как завтра будет жарко, чтобы в 40-градусную жару мы выйдем на Москве в футболках. Если бы каждый решил понаблюдать, 40 градусов было бы на улице. Ну мы-то знаем, что у нас весна. И как только ты вспоминаешь о том, что нахера я так много знаю, а не побыть ли мне дурочком, а не стать ли мне сегодня незнайкой, сразу хакается мозг, сразу хакается мир, а ты можешь творить вот так вот. Ну то есть ты никогда не знаешь. Если вы просто даже такой шаблон себе дадите, установку такую, напишите везде в своей квартире, там на лбу у себя на зеркале. Я ничего не знаю. Вот мне интересно понаблюдать. Ну вот интересно, как по-другому. Мы все время это будем все вспоминать, но как бы вы подтвердите свою материальную действительность, что она все время будет меняться, и она будет реально по-другому. Вот эти вот старые опыты перестанут повторяться. И вы это подтвердите, увидите. И в этом не надо верить, потому что это нужно проверить. А как проверить? Вели. Попробовать. У нас тут время заканчивается. А вот я читаю. Слушай, ну спасибо тебе огромное вообще. Спасибо за эфир. Вот и... Или попрощаться выйдем еще раз. Но я на третий час не готова. Время было 11. На чуть-чуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!